Я думаю, я не буду отвечать каждому. Я думаю, важно видеть всю картину. И Иран говорит все время, лидеры его, что на Махмеджан, но и другие лидеры Ирана. Что они хотят с карты убрать Иран. И мы, еврейский народ, мы верим в это. У нас есть свой опыт, когда кто-то хотел евреев с лица земли истереть. И вы знаете об этом. И мы знаем, что я имею в виду. И вы знаете. Важно понять, что Иран работает на двух осях. Одна ось, если можно так, как бы он сказал, бывший начальник Генерального штаба Иранской армии. Он говорил по-арабски, издалека и с ближнего расстояния. Они два вида потенциала создают. Это бомба ядерная плюс ракеты. И мы видим теперь в закладе МАГАТЭ, каким образом продвигается эта работа. И каковы наши беспокойности. Но они и другой потенциал создают параллельно. То есть это деятельность в начале войны на истощении против Израиля. И то, еще до готовности этой бомбы. То, что называется исламская бомба. Бомба экстремизма. Она опасна и для нас, и для вас. Если вы посмотрите, что Иран может сделать вам на Кавказе. Я говорю об исламских экстремизме, интифаде у вас на Кавказе. И вы знаете, о чем я имею в виду. Они создают альянсы из Хезбалой с одной стороны, у которой примерно 50 тысяч ракет. Не только скады, большинство из них это Катюши. Но они могут достигать почти любой точки в Израиле. И они могут через Сирию, через Хезбалу получать из Ирана. Вторая база. На юге Израиля. Хамас, еще 10 тысяч ракетов. И это не менее опасно, чем атомная бомба. Позвольте мне сказать, что Россия и российское правительство знают очень хорошо внутри стран. Они не говорят это вовне. Так сказать, клубы одно говорят, многие в другую сторону. И тут я хочу напомнить об этом городском проекте, россиянам, российскому проекте. Сейчас говорят, мы не знаем, мы не убеждены, не уверены. Но если вы посмотрите, внимание, на две вещи, которые я сейчас скажу. Я думаю, что россияне тоже должны подозревать, что что-то происходит. Первое. Посмотрите С-300. У России не было обязательства не продавать. Это оборонительное оружие. Но вы видите, все-таки, что Россия, я думаю, что Израиль и другие страны, регионы должны повторить россиян за это. Российское правительство решило не продавать С-300 и повредить свои отношения с Ираном. Почему? Для того, чтобы в будущем, не на сегодня, не на завтра, не на ситуацию через месяц, чтобы в одном из будущих военных операций со стороны США и союзников против иранских ядерных систем. Второе. Это вот сообщение. Валдайский клуб. Один из ваших экспертов на Валдайском клубе. Я не знаю, почему до этого не слышал. Даже если Россия имеет обязательство построить в Бушере ядерные станции, которые вы строите для Ирана, два блока для того, чтобы электричество использовать для капитанских целей, все равно решение, и здесь я цитирую, я надеюсь, я не знаю, что Россия решила не строить второй блок. Пока, здесь я цитирую, Иран не предъявит не объявленную свою деятельность. Они не называют ее военной деятельностью, а не незаявленной, антиклерик. Это вот двухмесячные давности публикации. И вот эти две вещи, которые устно было заявлено россиянам. И хотя Россия говорит, мы не знаем, что происходит, есть факты, и Россия совершенно понимает, ясно, что есть проблема. И что касается МАГАТЭ, доклады МАГАТЭ, нет всякого сомнения, информация была и раньше МАГАТЭ. Причина, по которой она не публиковалась, потому что глава МАГАТЭ, господин Бородей, был, и сейчас мы видим совершенно ясно, что теперь Эль-Бородей ушел из МАГАТЭ в Египте, он сейчас выдвигается на пост президента Египта, и, возможно, будут для того, чтобы мирные соглашения с Израилем разорвать. Он здесь не нейтральная фигура, он участвовал во всем этом глубоко. Сейчас мы видим больше свидетельств его антиизраильско-антизападных настроений. Да, он получил Нобелевскую премию, даже Арафат получил Нобелевскую премию мира, он потом был ответственным за кровавые здесь восстания. Даже Обама является Нобелевским лауреатром Нобелевской премии мира. И ему еще надо показать, что он что-то достиг. Он намерен эти достижения предъявить, я надеюсь. Итак, две вещи. Это ядерная бомба и исламский экстремизм, бомба исламского экстремизма. Две вещи. И мы не забываем такие вещи. Есть и другое исламское государство. Может быть, не менее экстремистское. Я не говорю о правительстве, я говорю о исламских организациях внутри. Это Пакистан, возможно, имеет ядерную бомбу. И арабские, и они, те, кто участвует в восстаниях, демонстрациях исламских, они называют ее исламской бомбой. И вот сейчас арабская весна. Это весна экстремистского ислама. Посмотрите в Тунис на выборы. Посмотрите, кто управляет теперь этими подразделениями в Ливии. Посмотрите, мусульманские братья в Каире, в Сирии, да, немножко отличаются. И в целом мы видим здесь соединение реальной атомной бомбы с идеологической экстремистской исламской бомбой.